Июнь 2019-го точно войдет в историю современной культурной жизни России. Произошло великое воссоединение впервые больше, чем за 70 лет. Коллекции видных русских меценатов, Щукиных и Морозовых, воссоединились. Морозовскую коллекцию показывают в Петербурге, Щукинскую в Москве. Пульс города пропустить эту пахальную рокировку не мог и отправился в две столетии. Ну что ж, Москва, Волхонг-12, мы наконец на месте. Это Пушкинский музей и прямо здесь уже от ворот в первый день работы экспозиции стоит огромная очередь. А где мы еще это увидим? Только здесь. Я здесь уже месяц, но выставку открыли только сегодня, а завтра я улетаю в Америку, поэтому я здесь. Я очень люблю импрессионистов. Мы пришли сюда за искусством. Чтобы разместить коллекцию, потребовался целый этаж Пушкинского музея. Здесь 450 произведений из коллекции братьев Щукиных. Ключевая фигура – Сергей Иванович Щукин, который серьезно обогнал своих братьев. Он приобрел уникальное собрание полотен французских импрессионистов и постимпрессионистов. Первым музеем стал его дом на Большой Знаменской в Москве. Вот он, кстати, иконостас Гогена. Так называли одну из стен в столовой мецената. И этот иконостас, он собирался в такие трагические, такая кульминация, в трагические дни для Щукина. Щукин пережил несколько трагедий, в том числе смерть сына, а потом смерть жены. И вот эти вот траты, они каким-то образом, как кривая такой кардиограммы, они отразились на его собирательстве. Трагическая судьба была и у изящной коллекции Щукина. После революции ее национализировали. Меценат уехал в эмиграцию, больше своих картин не видел, но завещал показывать их именно в России. Картины отобрали и у Ивана Морозова. На основе двух коллекций в 1923 году создали музей новой западной живописи. Внук Сергея Щукина считает, утрата обидная, но по сути спасительная. Как вы знаете, это добро мне, моей семьи забрали. Тогда, в настоящие времена, наверное, правильно забрали, потому что забрали и спасли. А еще в Пушкинском музее воссоздали уникальную гостиную Матисса с легендарной красной комнатой. Ну и хит экспозиции – танец, который привезли из Эрмитажа. Всемирно известный танец Матисса, по сути, и стал полотном раздора. Советскому начальству уж больно не нравилась объединенная коллекция Щукиных и Морозова после войны. Решающее слово было за комиссией – открывать или не открывать музей со всеми этими шедеврами. Первым товарищам инспекторам показали именно танец. И вердикт был неутешительным – полотно неподобающее. Музей так и не открыли, а коллекцию разделили. Между Москвой и Ленинградом. Полотна перемешались и разъехались по двум столицам. Эта коллекция раздора стала еще одним поводом для противостояния Москвы и Петербурга. И в Пушкинском, и в Эрмитаже эти картины экспонируются уже больше 70 лет. Тем не менее, сотни раз специалисты начинали разговор о возвращении картин в Москву. У Петербурга позиция принципиальная – полотна давно принадлежат Эрмитажу. Потому и договориться, хоть и о временном обмене картин было очень непросто. Кстати, именно Михаил Петровский предложил эту рокировку. Вы нам Морозова, мы вам Щукина. Эрмитаж отправил Москву больше 60 картин. Столица отправила на гастроли 30 полотен. Вот они на выставке в главном штабе. Ну, здесь самые сильные вещи, так скажем так. Потому что, ну, конечно, многие вещи не могут ездить, не все. Здесь мы не делали такой большой выставки, как в Щукин Москве. Это вот такие шедевры и концентрация шедевров из коллекции Морозова, которая, я думаю, вот дает такой художественный праздник. Хоть в названии выставки и значатся «Братья Морозовы» Михаил и Иван, больше в коллекционировании преуспел Иван Абрамович. Иван Морозов денег на искусство не жалел. Говорят, один раз в Париже он спустил буквально за один день 17 тысяч рублей. Хотя годовой бюджет на приобретение картин в русском музее тогда составлял 15 тысяч рублей. Петербург хотелось бы получить самые знаковые картины, которые так азартно были собраны, случилось. Например, в Эрмитаж приехала знаменитая девочка на шаре. Это знаковое произведение розового периода Пабло Пикассо. Кроме Пикассо есть и Ренуар с его портретами актрисы Жанны Самари. И даже воссоздан Белый зал Ивана Морозова с панно о психии. И на той, и на другой выставке в первый же день аншлаги мы собрали мнение москвичей и петербуржцев о еще одно противостоянии двух столиц. Кому должны принадлежать Щукин и Морозов? Я думаю, что так, как есть, это правильно. И то, что есть возможность обменяться и получить новые впечатления, это очень хорошо. Россия, это у нас большая страна, едино. Почему бы нет? Конечно, мы ездим в Ивана Петербурга, мы ездим к вам, вы ездите к нам. Мне кажется, все-таки лучше объединить. Это мое личное мнение, потому что смотрится более полно. Конечно, мне хотелось бы, чтобы все эти картины остались здесь. Кстати, не против нынешнего положения дел и внук Щукина. Россия оригинальная по факту, что у нее большая страна. Поэтому, ну, как Щукин, широкая нога, две столицы. И, естественно, это все-таки не так плохо, что есть две, очень-очень опытные, я их всех знаю, есть две творческие группы. Похоже, в спорном вопросе все останется неизменным. Выставки закроются осенью, а картины вернут в родные музеи. Но, кажется, уже можно резюмировать. Экспозиции хоть и на время примирили две столицы в одном из споров. Вот она, великая сила искусства. Татьяна Баженова, Пульс города.